Это она в 30 лет замуж вышла. Прикинь, сколько у нее мужиков-то было. Какая кому разница, слушай? В смысле? Ты че не знаешь великую мудрость? Хорош тот ключ, который открывает 100 замков, и плох тот замок, который можно открыть 100 ключами. Хорош тот храм, в котором много прихожан, и плох тот, в котором только один. Не, подожди, мне кажется, ты не поняла. Хороша та зубная щетка, которая чистит один рот, и отвратительная щетка, которая чистит много рток. Нет, подожди, это другой. Хороша та точилка, которая может точить множество карандашей, и плох тот карандаш, который сточили множество точилок. Что-то нельзя сравнивать человека и карандаш. Да ты что? Боже мой, ребята. Всем здорова, Саныч, на связи. Это не прямо сейчас на полном серьезе, точнее, не они, а она. Если вы поняли, это один и тот же человек. Мне доказывают, что точилка, которая обточила тысячу карандашей, так скажем, это хорошо. В руки взял, не хочу. Да, ребята, тысячу прошла, как бы она молодец. Она же тебе-то, такому вот неверующему Фоме досталась, да? Ты не понимаешь своего счастья. Ты понимаешь, она обточила, она уже такая опытная. Она тебя будет точить, просто вот не сточить. Нет, ну понимаете, что смешно. Вот я не знаю, кому как, а мне просто смешно. Представляете, допустим, вот сидит чайечка, да, так называемая, как бы. И у нее прям такая бумажечка, тысяча. Прошла тысячу, и она сидит такая с высокоподнятой головой. Так, а что, я этим горжусь? У меня, кроме, смеха ничего не вызывает. Ну сам парадокс в чем, ребята, что вот эти вот найдутся, поверят и возьмут ее замуж, ребята. Ну вот так вот, в 30-м сколько она прошла, там уже миллион или... Ой, ладно, ребята, я напоминаю вам, что у нас действует акция. Пока еще три курса по цене одного. Если прообретаете как взаимодействовать женщиной без потерь, получаете еще два курсика в подарок. Это пять лучших способов знакомства с женщиной. И как вычислить женскую измену. В совокупности, ребят, около семи часов информации. То есть там взаимодействует четыре с половиной и два небольших курса, что-то там часа и полтора, по-моему. В общем, ну около семи часов, ребята, полезнейшей фундаментальной информации. Как взаимодействовать с женщинами и не только. Как знакомиться там и так далее. Как уложить их в постель, как пробить на инстинкт. Ребят, кому интересно, пишите мне в личку. Дам подробности, конечно же, по этому всему поводу. Ну а мы пока послушаем далее. Дочь, я вам тебе вот эту расческу возьму. Мам, нет, пожалуйста, положи эту расческу. Я тебя прошу, пожалуйста, положи ее. Здесь. Нет, боже. Ручка от расчески это именно тот предмет, который очень часто застревает так, где он не должен был застрять. Неловко будет объяснять маме, почему вам нужно срочно к врачу. Далее. Из-за того, что данная интимная часть нашего тела очень хорошо оснабжается кровью, любое самое морейшее повреждение или порез могут привести к достаточно значительному кровотечению. Оно, конечно, заживет, но настроение испортит. Далее. Съедобные предметы. Бананы. Съедобные предметы имеют такое неприятное свойство ломаться, разрушаться или оставлять маленькие частицы себя внутри. Эти частицы потом начинают гнить. Неприятно. Душ и напор воды. Если вы часто болеете и вагенитом, или какими-нибудь инфекциями... Вагенит? Я такого не слышал еще. Не, чайнички, не обижайтесь. Я вполне себе представляю, что, скорее всего, болезнь неприятная, но смешно называется вагенит. Пересмотрите свои романтические отношения с душем. Дело в том, что напор воды, используемый слишком долго, не по назначению, ведет к разрушению вашей микрофлоры. Видела я комментарии, которые говорят, ну мы же используем контрацептивы для того, чтобы обезопасить себя. Девочки, если у вас есть деньги на контрацептивы, которые стоят как крыло от самолета и являются одноразовыми, только не говорите мне, что вы их стираете, значит, что у вас есть деньги и на нормальный, человеческий, безопасный, протестированный по назначению девайс. Мамы? Нормальный, человеческий? То есть мужчину, что ли? Ага, чайнички уже готовы покупать мужчину, да? Дайте девочкам карманных денег. Женщины зарабатывают... Мамы, дайте девочкам карманных денег. Ну, то есть вы поняли вообще суть этого шаржа, ребята? То есть чайничка рассказала, чем они балуются, там, допустим, там, ручкой от расчески, там, бананами, огурцами, душиком, там, и так далее, да, ребят? И потом вагини там болеют после этого, да? И когда мама подошла, типа взяла расческу, там, мама, положи расческу, это же мой парень, ты чё? Ой, и потом они нам рассказывают, что-то там, ты, вот, если не будешь обеспечивать, ухаживать, там, останешься один, никому не нужный. Но я понимаю, что у чайчиков здесь возможностей больше, как бы, там, разные, там, огурцы, помидоры, как бы, ну, вагини там можно заболеть, ребята? Ты смотри, огурцы не покупай, продолговатые в магазине, вагини там заболеешь. Надо для чайчиков в супермаркетах, ребята, писать, скобочка, там, огурцы, бананы, там, баклажаны, как бы, скобочка-то, есть возможность заболеть вагинитом, блюди. Давайте ещё послушаем. Вот меньше, чем мужчины на тех же самых позициях, потому что женщины просто не просят себе высшую зарплату. Последние 20 лет это было одним из объяснений разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами. С того самого времени, как была написана знаменитейшая книга Линды Бепкок и Саре Лашевер, женщины не просят. Ну, и получается, как бы, сами виноваты. Может быть, вы и заслуживаете такую же зарплату, может быть, вы более квалифицированные, более образованные, более подходите. Но если вы не просите себе зарплату, то... Знаете, вообще, очень смешно звучит, женщины не просят. Вообще, очень смешно. Кто же вам её даст? Просто рынок. Так вот, вышло новое исследование. Оказывается, теперь женщины всё-таки просят себе нормальную зарплату. И знаете что? Им отказывают. Более того, женщины пытаются чаще, чем мужчины, договориться о более выгодных для себя условиях. И им всё равно отказывают. То есть 20 лет женщин уговорили. Мужчины знают себе цену. Они не боятся отставить свои интересы. Они называют свою цену и держатся за неё. А вы, девочки, что-то боитесь, что-то там стесняетесь, что-то мяблите. Не можете за себя постоять. Нет, причина всё ещё не в этом. Причина всё ещё не в этом. Ребят, как я уже сказал, что смешно, когда говорят, что женщины не просят. Они просят не только зарплату и не только у работодателя. Они вообще у всего мужского пола. Просят, типа, обеспечивай меня, ухаживай, добивайся меня. Дари мне подарки, вводи в рестораны. Давай деньги. Решай мои проблемы. Девочки не просят, да? Серьёзно, что ли? Они всё у всех просят. У государства дайте нам выплаты постоянно какие-нибудь. Типа, РСПшечек надо поддерживать. Да, вот там все эти дела. Давайте всем нам выплаты. Сначала давайте выплаты, а потом уже разберёмся, за что. А что такого нету? Нету такого. Есть, мне кажется. Есть этих выплат. И они ещё просят давать ещё больше. Мы заслужили. Только чем его? Фиг его знает. Может быть, вот этим, я не знаю. Ну, я просто предполагаю. Вот. Ребят, ещё раз. Как-то уже поднимал вопрос на канале. Там у нас в любом случае есть предприниматели. Вот работодатели. Господи, да что такое? Работодатели на канале. Ребят, напишите именно вы. То есть, у вас, допустим, есть какой-нибудь штат сотрудников. Там может быть какая-то компания, фирма и так далее. Вам есть разница, кого продвигать по службе, кому поднимать зарплату. Или там повышать должности? Мне кажется, без разницы. Если человек справляется со своими обязанностями, проявляет инициативу, то есть он полезен в вашей компании, фирме и так далее. Какая нафиг разница? Справляется человек, приносит пользу, может быть, даже сверх того, взял, поднял зарплату. Почему бы нет, да? Ну, чисто половой признак, мне кажется, здесь, ну, это надо совсем таким быть уже, там, знаете, ну, чисто там как-то, чисто по уровню этому, скажите, как вот, по полуопределять. Типа, ааа, ты вот с дырочкой, да, все тебе поднимать не буду зарплату, да, хотя она там пашет, как лошадь, как бы, да. Мне кажется, таких меньшинство. Может быть, и есть такие, но таких меньшинство гораздо. Ребята, в общем, пишите свои комментарии, конечно же, по этому поводу. Вот, кому интересны курсы по акции, ребята, тоже пишите, в личку дам вам подробностями. Подробности, сегодня, ребята, стрим 19.00, приходите, всех буду ждать. Хорошего всем денька. Денька. Продолжение следует.